АвтоВАЗ модернизировал конвейер, с которого сходит Лада Гранта. И хотя новшества внедряются, чтобы через 2-3 года начать выпуск модели нового поколения, эти перемены пойдут на пользу и нынешней Гранте. Так на участке сборки шасси был сконструирован, смонтирован и запущен пластинчатый конвейер, к которому теперь прилегает участок китинга, где комплектуются тележки, снабжающие рабочего комплектующими. Оператор, находясь в моторном отсеке автомобиля, двигался спиной по ходу движения. Это не только проблема с эргономикой, но и также травмоопасно. Поэтому за время летней остановки был внедрен пластинчатый конвейер, на котором оператор сейчас, стоя, выполняет свою операцию. Напомним, что свежая генерация Гранты должна выйти на рубеже 2023 и 2024 годов. Машина примерит платформу Global XS из ассортимента Альянса Рено-Ниссан, а значит окажется ближайшим родственником третьего Логана. Также модернизацию пережил процесс производства шасси внедорожников Lada Niva. На линии, где собирают редукторы и мосты, изменились принципы работы. В итоге площадь сборочного участка сократилась в трое. Мы изготовили специальные механизмы, которые между станками передают детали. Конечно, улучшенная эргономика рабочих мест должна косвенно повысить качество выпускаемых узлов. Но по факту для конечного потребителя обеих НИВ, Тревела и Ледженда ничего не меняется. Мы уже рассказывали, что сельские медики будут ездить не на УАЗовских буханках, а на внедорожниках Lada Niva Travel. И вот очередной удар по благополучию марки УАЗ. Вместо ставших привычными патриотов, МВД закупит партию седанов Lada Vesta. В продолжении темы госзакупок добавим, что марка Hyundai собрала 2500 седанов Solaris для нужд ГИБДД. До этого, два года назад, нарядом ДПС выдали несколько тысяч шкодовских Октавий. Так что лицо современной российской ДПС — это чехи и корейцы. И финальная, но весьма важная новость. Борясь с дилерскими наценками, АвтоВАЗ рекомендует не покупать машины из наличия, а составлять предварительный договор поставки, в котором официальный дилер Lada обязан прописать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также примерные сроки поставки. Вот только дилер может отказаться заключать такой договор. Причем формальным предлогом послужит риск неисполнения обязательств по поставке автомобиля. Это сейчас весьма актуально из-за регулярных остановок завода по причине дефицита микрочипов.